Привет, здесь Техноеннод и его команда. На прошедшем совсем недавно третьем петербургском параде ретро транспорта мы вместе с вами могли заметить некий странный аппарат, который возглавлял колонну ретро автобусов. Этот аппарат электробус, да еще не нуждающийся водителем, то есть беспилотник под названием матрешка. Захотелось конечно узнать про него чуть побольше, кое-что узнали и поделимся информацией с вами. Итак, автопроизводители всего мира пытаются создать транспортное средство будущего, безопасный и надежный беспилотный автомобиль. Аналогичный проект в России стартовал в 2016 году, или может быть чуть раньше, на компании Волга БАЗ, занимающейся производством автобусов. Компания планировала наладить серийное производство беспилотников уже в этом году и собиралась поставлять машины как в Москву, так и в другие регионы, с надеждой на то, что к 2018 году матрешку могут вывести на маршрут. По замыслу авторов проекта, такая машина могла бы работать как общественный транспорт. Название матрешка связано с тем, что машина состоит из модульных элементов, в которых расположены кузовные элементы, энергетическая установка и электроприводы, обеспечивающие движение. Заменяя центральную часть кузова, матрешку можно превратить из автобуса в грузовик, и наоборот. Автобус, например, можно выпускать в вариациях на 8-12, 4-6 или 20 пассажиров. В нашем случае мы видели вариацию на 4-6 пассажиров. В общем, довольно интересная и имеющая право на жизнь мысль. Машина оснащена электромотором мощностью 45 кВт, который подпитывает литий-железо-фосфатные батареи. На одной зарядке матрешка способна проехать до 130 км, при этом максимальная скорость ограничена всего лишь 30 км в час. Продолжение следует... Продолжение следует... При этом такое ограничение связано с вычислительными мощностями компьютера, управляющего машиной. Обрабатывается большой массив данных, соответственно, чем быстрее двигается электромобиль-беспилотник, тем больше данных нужно обработать. Информацией о дорожной обстановке поступает с шести камер, которые отслеживают, что происходит вокруг, ну и еще помогают всяческие активные сенсоры. На мой взгляд, решается проблема двумя способами. Использованием более крутых вычислительных мощностей или корректировкой и оптимизацией алгоритма робота. Хотя в реале, скорее всего, проблема будет решаться в дальнейшем комплексно. Но не буду умничать, разработчикам виднее. Тем более предполагается, что программная оболочка машины обладает самообучением. И это, наверное, для наших дорог самое то, что нужно. Время полной зарядки батарей от сети составляет 4 часа. Грузоподъемность транспортного средства достигает 1300 килограмм. Выглядит машинка неказисто. Странновато так. Принципиально нет лобового стекла. Психологически, кстати, это, наверное, тяжело для пассажиров. Но внешний вид в данном случае не самое главное. А главная идея и ее техническая успешная в дальнейшем реализация. А внешний вид машины будущего разрабатывали ОКБ Атом, авторонушмевшего два года назад концепт трамвая R1 и Иван Борисов, дизайнер института нами. Прототип матрешки испытывали на дорогах инновационного центра Сколково. Вот сейчас машинка добралась до Питера с надеждой найти себе применение в северной столице. Главных проблем у машины, опять же, на наш взгляд, две. Первая высокая цена, на сегодняшний момент порядка 10 миллионов рублей. А вторая, наверное, самая серьезная, это то, что беспилотники не имеют никаких законных оснований работать на дорогах, да еще в качестве общественного транспорта. Конечно, есть информация, что ГИБДД работает на создание нормативной базы и законами, регламентирующими эксплуатацию автомобилей с автопилотом. Ну, а в составе ретро-парада по Невскому проспекту матрешка следовала под управлением водителя, или пилота, если можно так сказать. Будущее у машины, безусловно, есть, и работы, которые ведет компания Волгобас, могут позволить быть нам в числе международных лидеров беспилотных автомобилей. Но вот когда беспилотники оставят без работы водители автобусов, думаю, не скажет сейчас никто. Главное, чтобы проект развивался, не останавливался, ввиду каких бы то ни было негативных причин. Это наше будущее, может быть, и даже не совсем далекое, только работать над этим нужно. Ну, будем на это надеяться. Спасибо за просмотр, и если информация оказалась полезной, то ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на техные ноты на YouTube. Ну, и следите за новостями во всяких там социальных сетях. Если кликните по колокольчику, то матрешка поедет быстрее. Продолжение следует... Продолжение следует...